Приветствую вас и коллеги. Достаточно подробно объяснили вам, как избавиться от чувства собственничества. Надеюсь, вы поняли, что в результате одного ответа на вопрос нельзя, к сожалению, решить такую сложную проблему. Почему? Потому что у вас это поведение сформировалось годами, вы пишите, что были собственницей всегда, и это говорит о том, что модель поведения достаточно серьезно вас прижилась, и вы вот так просто сразу ее менять вряд ли будете. Для вас важно понять несколько вещей. Первое – это то, что, пожалуй, работа, которую вам предстоит делать для того, чтобы избавиться от проблем собственничества, можно разбить на две условные части. Первая часть – это внутренняя, субъективная. Касается она прежде всего того, о чем говорила Лидия, коллега Лидия. Вот вся та работа, которую предлагает вам Лидия, она, как раз таки, представляет собой тот самый субъективный уровень терапии. Но, в рамках субъективного аспекта, мне бы хотелось пояснить кое-что. Бело в том, что вы написали такую, на мой взгляд, очень важную вещь, что вы боитесь остаться одна. Вот этот момент, собственно говоря, почему вы боитесь остаться одна. И стоит разобрать в первую очередь. Дело в том, что ваш страх остаться одной, он свидетельствует о том, что вы не самодостаточный человек. То есть вам постоянно кто-то нужен рядом, дабы подтверждать что-то, чего у вас нет, или в чем, скажем так, возникают сомнения, когда вы одна. И отсюда несложно догадаться, что человека вы используете, к сожалению, как средство. То есть он для вас не что иное, как средство для достижения своих целей. В данном случае, эту цель можно назвать стремление к самодостаточности. Стремление к чему-то, чего у вас нет, или купирование страхов, которые у вас появляются, когда вы, скажем так, являетесь одна. Одна. Без кого-либо рядом. Вот это момент ключевой. И давайте подумаем об этом моменте, постараемся подумать об этом моменте достаточно подробно. Так как, значит, как давно вы боитесь остаться одной? Почему вы боитесь остаться одной? В чем вы не уверены в себе? И почему в себе сомневаетесь? Эти моменты важно для себя прояснить. Будут выделены определенные ваши слабые стороны, определенные ваши аспекты, аспекты, которые можно улучшать, совершенствовать и так далее. И вот в этих аспектах вам нужно, собственно говоря, работать. Если вам чего-то не хватает, нужно добиваться этого самого. Если вы чего-то хотите, вам нужно добиваться этого самого. Если вы опасаетесь остаться одной, значит, вы в себе не уверены. И для того, чтобы быть в себе уверены, нужно в первую очередь отыскать причину этой неуверенности в себе, а она кроется, как правило, в отношениях с родителями, либо в начальных взаимодействиях с мужчинами. И во-вторых, те слабые стороны, которые у вас есть, те сферы вашей деятельности, те аспекты вашей личности, которые вызывают у вас сомнения, нужно укреплять. Для этого необходимо ставить соответствующие цели, развивать их на задачи, и в зависимости от того, какие у вас есть средства, эти задачи выполнять. И тогда вы будете чувствовать успешность, чувствовать, что у вас получается, и неуверенность будет уходить. Простой пример. Если мужчина, допустим, ну вот, вы боитесь его потерять, а вы боитесь его потерять, а вы боитесь остаться одной. Но это означает, что вы воспринимаете себя, как недостойный того, чтобы на вас обратил внимание кто-то, кроме него. То есть вы сомневаетесь в том, что вы будете кому-то нужны, кроме него. А это неправильно. Это ошибка. Это ошибочное мнение. И вот такая вопрос. А почему же вы считаете, что вы никому больше не понравитесь? Может быть потому, что вы чего-то не можете достичь, может быть потому, что вы как-то не являетесь независимой. А мужчине нужно чувствовать, что женщина независима. Мужчине нужно чувствовать, что женщина может от него уйти. А каждый раз, когда вы проявляете ревность и собственные чертва, мужчина понимает, что вы к нему привязаны и у него развязываются руки. И это означает, что своей ревностью вы сами за себе вредите. Надеюсь, эту мысль я донес до вас относительно четко и ясно, чтобы вы понимали, как обстоят дела. Когда вы перестанете ревновать мужчину и дадите ему свободу, то с одной стороны вы его отпустите, то есть показываете, что вы принимаете его любви таким, какой он есть, не пытаетесь его изменить. С другой стороны вы покажете ему, что он свободен, но и вы свободны. И если он позволит себе в отношении вас какой-то, скажем, негативный поступок, то вы можете позволить себе то же самое, но уже с другим человеком, например. То есть если он вас придает, если он вас бросит, если он вас променяет на кого-то, изменит и так далее, это не ваша проблема. Это его проблема. То есть вы пытаетесь нести ответственность за него, вы взваливаете ответственность за мужчину на себя, при этом игнорируете то, в чем вам следует нести ответственность априори, то есть за себя. За себя ответственность как таковой вы не несете, потому что вы не уверены в себе, вы в чем-то занимаетесь. Но при этом вам легче и проще взять ответственность за мужчину и контролировать его жизнь, потому что так действительно проще, чем, например, регулировать свое поведение и быть более в себе уверенным. Понимаете, какая получается в святых ситуациях? Это то, что касается субъективного аспекта, то есть аспекта вот лично вашего. Теперь по поводу поведения. Дело в том, что ваша зависимость от него, вот, ну, скажем так, что вот он там идет гулять куда-то, а вы нервничать, вы переживаете. Связанно во многом еще и с тем, что вам нужно организовать свой собственный датусу, разграничить, а, как бы, область вашу общую с ним, и область только вашу. То есть такую область, куда быть не имел доступа не только мужчина, но и вообще никто. Где вы бы были хозяйкой полноправной, личной, и все. Это область необходима для того, чтобы развивать в себе личностные качества. Чтобы быть не только женщиной вашего мужчины, а чтобы быть человеком, чтобы быть личностью, чтобы представлять ценность для него в духовном смысле точно. И этого пока не происходит. А это значит, нужно развиваться. Развиваться лично вам. Продвигать свои интересы. Организовывать свой собственный досуг. Создавать такую атмосферу и такие условия, где вы могли бы совершенно спокойно существовать в детстве своего молодого человека. То есть, чтобы вы не были от него зависимы. Понимаете, это мужчина хочет изменить. Если хочет от вас уйти, он это сделает. И вы его не уехаете. А с чувством собственничества вы постоянно намекаете ему о том, что он может изменить. Постоянно намекаете ему о том, что можно сделать что-то плохое. И рано или поздно он это сделает, потому что мысль постоянно у него это в голове крутится. Сперва благодаря вам, потом благодаря ассоциативному мышлению, а поздно уже и интеграция этого ассоциативного мышления в интеллектуальное мышление. Во внутреннюю речь. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И в итоге получается, что мужчина вам изменит. И вы же на него обидитесь. Вы же назовете его предателем. И вы еще больше будете ограничивать следующего мужчину во всех его шагах. Но ведь контроль это не свобода. Контроль это неестественно. Для человека естественно быть свободным. Быть, как бы иметь всю полноту выбора. Контроль это всегда... Ну я думаю, вы тоже это понимаете. Контроль это слабость и страх. Это неприемлемое поведение для уверенной в себе женщины. А только уверенная в себе женщина может создать равноправные, искренние, теплые, долгосрочные и крепкие отношения. Вот и все. И теперь, когда вы знаете направление своей работы, вы можете как-то сами начать что-то делать. Либо вы можете обратиться к специалисту и проработать с ним. Например, ваши отношения с родителями, которые безусловно, если не сформировали такое отношение, то вы, по крайней мере, создали все условия для его появления. Ваши отношения с первым мужчиной, которые стали ключевыми и определили ваше дальнейшее поведение по отношению к другим мужчинам. Ну и так далее. А также продумать ваши направления личностного роста. Чтобы вы смогли более эффективно отграничивать себя от своего молодого человека. Понимаю, что быть женщиной для своего мужчины это, конечно, хорошо и очень важно. Но недостаточно для того, чтобы отношения были полноценными. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!